Те же вопросы Тяпкин предложил в Батурине Самойловичу. «Если Чигирин разорить или допустить неприятеля им овладеть, — отвечал Гетман, — то разве прежде разорение или отдача сказать всем в Украине народам, что уже они великому государю не нужны? У нас во всем казацком народе одно слово и дело. Приком Чигирин и Киев, при том и они все должны в вечном подданстве быть. Если Юраска Хмельницкий засядет в Чигирине со своими бунтовщиками, тогда все народы, которые за Днепра на эту сторону вышли, пойдут опять за Днепр, к Юраску. А если засядут в Чигирине турки, то султан не будет посылать им запасов из своих городов. Будут брать запас из городов и сел этой стороны, и дорога будет открытая туркам под Путивль и Севск, потому что Днепр и Заднепровье будут у них в руках». Тут Гетман взглянул на Спасов образ, заплакал и сказал «Молимся, да избавит Господь Бог и Великий Государь нас и потомков наших от такого тяжкого бусурманского ярма». Касательно Серка Самойлович прямо объявил Тяпкину, что Кашевой поддался султану. Султан прислал козы Керменскому Бею тридцать тысяч червонных золотых, чтобы подкупить Серка с казаками. Бей из польских татар, учился в школах, знает языки. Он съезжался с Серком в степи, ходили они между кустами, взявшись за руки, и тут Кашевой присягнул султану. Для уяснения этого важного дела в декабре отправился в Запорожье под ячий Шестаков, с которым Гетман отпустил своего посланца, войскового товарища Артему Золотаря. Шестаков на Раде выговаривал запорожцам. «Зачем они не подали помощи царскому войску под Чигирином? Зачем не били татар, бежавших через Днепр от этого города?» «Мы под Чигирин не ходили потому, что войска было на Коше мало», – отвечал Серко. «Да и потому не ходили, что турки и татары прежде Чигирина хотели идти на сечь. Чтобы упредить этот злой замысел, мы с ханом помирились, да хотели мы при этом, чтобы татары выкупили у нас пленных, потому что войско было голодно, добычи никакой запасов также. Да и для того помирились с ханом, что много раз писали Гетману Ивану Самойловичу, чтобы Царское Величество прислал к нам своих ратных людей на оборону, как присылал царь Алексей Михайлович, да и сам бы Гетман пустил к нам городовых казаков. Но Гетман казаков к нам не пустил и запасов не прислал. Войско только и кормилось, что рыбою». А когда с ханом заключили перемирие, то за татар брали большой окуп, доходили за солью к морю. А если бы с ханом мы не помирились, то войско померло бы с голоду. Турок и крымцев, бежавших из-под Чигирина, мы не громили потому, что войско в сече было мало. Все, надеясь на мир, с ханом разошлись по промыслам, и теперь войско в сече мало. Все по промыслам. Пожаловал бы государь. Велел прислать к нам своих ратных людей, а Гетману приказал прислать полтавский полк. И мы по весне, как скоро войска и запасы будут к нам присланы, перемирие с ханом нарушим и пойдем в Крым войною. Гетманскому посланцу Серко говорил наедине, что он царскому величеству не изменил. И если помирился с турками и татарами, то для того только, чтобы приманить к себе Хмельницкого и, схватив его, отослать в Москву. Для уверения Серко вынул из-за пазухи крест и поцеловал. Это не заставило Самойловича смотреть доброжелательнее на Запорожского Кашевого. И скоро последний усилил еще это недоброжелательство, начав советовать государю разрушить и покинуть Чигирин. Для чего это он советует, писал Самойлович? Чтобы вместе с Хмельниченком привести в исполнение свой злобный замысел. Пусть только Чигирин достанется им в руки, хотя бы и разоренный. Они снова его укрепят. Хмельниченко сделает в нем столицу своего княжества. Серко – главный город своего гетманского регимента, потому что уже и теперь Серко величает Хмельниченко князем Малой России, а Хмельниченко – Серка – Кашевым гетманом войска Низового Запорожского. Из турецких владений в Киев дошел и список условий, заключенных Серком с Хмельницким. Из самого царя Града давали знать, что Серко присылает султану все государевые грамоты и гетманские листы. Надобно было приготовляться к тяжелой войне с разных сторон. Зимой и весной на 1678 года приходили постоянно вести, что турки с огромными силами нагрянут под Чигирин с тем, чтобы непременно взять этот город. В Цареграде в это время находился стольник Парасуков, присланный к султану с царской грамотой для попытки, нельзя ли прекратить тяжелую и опасную войну и, по крайней мере, разведать обстоятельнее о турецких замыслах. Для последнего Парасуков обратился к патриарху. Тот отвечал, что желает всякого добра великому государю, как себе Царство Небесного, но и о замыслах неприятеля Креста Христова объявляет. Султан Турецкий, имея чрево свое бусурманское ненасыщенное, устремляется этим летом с войсками своими поганскими и желает из-под державы его царского величества владение Петра Дорошенко отобрать, а потом и всею Украиною овладеть. И сами они явно пророчествуют, что царским величеством побеждены будут, только не могут узнать, в какое время. Боясь этого пророчества, султан пойдет только до Бабы, а визиря пошлет под Чегирин. Парасуков спросил об Юраске Хмельницком, по его ли патриаршему благословению монашество с него снято? Патриарх отвечал, Хмельницкий снял с себя монашество своевольно, желая себе столько же освобождения из неволи, сколько княжения и гетманства. По его наущению визирь несколько раз присылал ко мне с просьбами и угрозами, чтобы я с Юраски монашество снял. Но княжение малороссийское и гетманство запорожское его благословил. Но я от этого принуждения освободился подарками и Юраску к себе не пустил. «Вчера», — продолжал патриарх, «Султан слушал привезенную тобою грамоту, приказал тебя отпустить, а к царскому величеству писать об уступке в турецкую сторону Чегирина и владении Дорошенковых под Днепр. Молю, царское величество, чтобы ради церквей божьих и веры христианской Чегирина и Украины султану не уступал. А если уступит, то не только малой России, но и государству московскому тяжек будет неприятель». Государь согласился с мнением Самойловича, Рамадановского и Цереградского патриарха, что необходимо удержать Чегирин, укрепить его и снабдить войском. Чегиринские воеводы назначен был окольничий Иван Иванович Ржевский, известный своей распорядительностью, умевший ладить с малороссиянами, что доказал во время своего воеводства в Нежине. В Киеве Ржевский должен был взять хлебные запасы, под которые Гетман выставлял подводы. К Ржевскому должны были присоединиться назначенные для Чегиринского осадного сиденья полки малороссийские, также отряд войск Рамадановского. Но ничего этого Ржевский не нашел, и 17 марта вступил в Чегирин один, без хлеба, потому что подводы от Гетмана не были присланы, у войска в Чегирин не было вести. В Чегирине Ржевский нашел разбитые стены, пустые житницы и услыхал рассказы о беспрестанных набегах татарских. Когда в Москве узнали об этом, то в Курск к Рамадановскому и в Батурин-Гетману поскакал в апреле стольник алмазов спросить, что они думают. Рамадановский отвечал, что идет к Днепру немедленно и о Чегирине будет родить. Гетман отвечал, что у него войска не в сборе, и он пойдет к Рамадановскому один для переговоров, что пугаться нечего. Войска и запасы поспеют в Чегирин, хотя подводы стоили страшно дорого. Каждую нанимали за 4 и за 5 рублей. А неизвестно, придет ли и половина их назад. Действительно, подкрепления и запасы успели прийти в Чегирин, потому что визирь Мустафа явился осаждать этот город только 9 июля. Рамадановский с Самойловичем стояли у Днепра, у Бужинской пристани. В первых числах июля и 6 числа начали переправлять войска свои на правую сторону. Переправа шла очень медленно. Большая часть войска находилась еще на левом берегу. Когда 10 числа татары переправились на этот берег тайком у Крылова, подкрались и ударили на русские обозы, но были прогнаны с уроном. Также неудачно кончилось нападение неприятелей 11 числа на те передовые русские полки, которые уже переправились на правую сторону. 12 июля все русские войска стояли на правой стороне, на Бужинских полях, и на другой день выдержали бой с пятью пашами турецкими и ханом крымским. С тех пор бои не прерывались, потому что турки, пришедшие из-под Чигирина через Крылов, расположились обозом в 8 верстах от русских и делали на их таборы беспрестанные наезды. 29 июля к русским на подмогу явился князь Каспулат Муцалович Черкасский с калмыками и татарами и принимал деятельное участие в боях. 3 и 4 августа, после упорных битв, русские владели важным пунктом – Стрельниковую горою, приблизились к Чигирину и вступили с ним в сообщение. Здесь уже не было воеводы Ржевского. 3 августа зашел он на стены и сильно обрадовался, увидав приближение русских полков, но в эту самую минуту из неприятельского обоза поднялась граната и поразила воеводу. Чигирин недолго простоял после Ржевского. Турки вели три подкопа под Нижний Большой город. 11 августа подкопы взорвало у реки Тясьмины, близ домов, которые загорелись. Осажденные, видя пожар, побежали в обозг своим через Московский мост. Но турки зажгли мост, он обрушился, и много русских погибло, в том числе гадятский полковник Креницкий. Много казаков погибло также от подкопов. Одновременно с Нижним городом турки успели зажечь новый верхний, сделанный недавно Ржевским. Русские засели в старом верхнем городе и бились с неприятелями до самого вечера, дважды выбивая турок из города. Ночью пришел к ним приказ от Рамадановского и Самойловича зажечь город и выходить к ним в обозы, что и было исполнено. А на рассвете поднялись и Рамадановский с Гетманом к Днепру, покинув навсегда курящиеся развалины несчастной столицы Хмельницкого. Неприятель преследовал отступавших, но без успеха. И двадцатого числа под Чигирином не было более и турок. Но уходом в Визире из-под Чигирина беда не кончилась. Хмельницкий с татарами остался на западной стороне, занял Немиров, Корсунь и другие города и оттуда нападал и на восточную сторону. Вся осень и зима прошли в тревогах, а налет и опять ждали самого султана в Украину. В марте 1679 года приехал в Москву от Гетмана знатный войсковой товарищ Иван Степанович Мазепа и имел с думным дьяком Ларионом Лопухиным любопытный разговор. «Надобно, — говорил Мазепа, — чтобы на оборону Киева и всего малороссийского края прислано было много войска, а бояровый и вод было бы с ним немного, и ратные люди слушались бы их, а большой воевода был бы один. А если будут бояре и воеводы многие, и полки у них разные, то бояре и воеводы станут между собою местами считаться и ни один своего полку полчан никому не даст. Будет всякий своих полчан беречь и будет от того нестроение». «Кому боярам и воеводам быть?» отвечал Лопухин, о том уже писано в царских грамотах. «Промысл чинить надобно, смотря по тамошнему делу и по совету с Гетманом. А прежде времени знать об этом нельзя. Надобно делать так, как случай воинский покажет, а боярам и воеводам быть всем вместе, и розни между ними быть не для чего». «Будь воля великого государя», продолжал Мазепа, «но в прошлую войну с князем Рамадановским ратных людей было много. А как они были на той стороне Днепра и шли на выручку к Чигирину, и у неприятелей гору брали, и как шли назад из-под Чигирина отводом, то государевых ратных людей на боях очень было мало, только были солдатские полки да стрелецкие приказы. И в стрелецких приказах людей к бою было мало же, человек по триста. Остальные стрельцы все были в обозе у телег. А от рейтер и городовых дворян только крик был. Гетману полковники головы присылали беспрестанно. Просили людей в помощь, и Гетман людей своих к ним посылал. А сам остался только с двором своим и драгунским полком. Который по указу государеву в воинских случаях при нем всегда бывает. Лопухин. У сотен были головы, у рейтер полковники и начальные люди. И они чего смотрели? Для чего ратных людей к промыслу не высылали? То и их дело. Мазепа. В то время смотреть было некогда, всякому было до себя. Вторым неудачным чагиринским походом князь Ромодановский окончил свое продолжительное военное поприще. Он был отозван в Москву. Гетман Самойлович один продолжал военные поиски на западной стороне. Он дал знать государю, что посылал сына своего Семена с войском на западный берег. И жители Ржищево, Конево, Корсуни, Черкас и других городов при виде государева войска из-под султановой власти выступили и добили челун царскому величеству. Гетманский сын выжиг все города, местечки, села и деревни на западной стороне, чтоб впредь неприятельским людям пристанище не было. Как же смотрели поляки на все эти события на западной стороне Днепра, на которую они постоянно предъявляли притязания на основании Андрусовского перемирия. В начале царствования Феодора русским резидентом в Польше оставался Тяпкин, продолжавший посылать в Москву жалобы на свое несчастное положение. Из Москвы не присылали денег, а в Польше не давали корму. «В Краков на коронацию мне нечем подняться», писал он из Львова. «Занять не добуду без заклада, а заложить нечего. Одна была ферезейшка соболья под золотом, и та теперь в Варшаве у мещанина пропадает в закладе, потому что выкупить нечем. Поневоле не поеду на коронацию, ежели денег на подъем не добуду. Лошадь лучшая одна и была, на которой волочился на двор королевский и к панству, и та теперь пала. Выбресь не на чем в люди, придется и самому так же и сдохнуть от скудости. От старых ран беспрестанно болен». Не такие тут порядки, что в государстве московском, где, как при светлое солнце в небесе, единый монарх и государь по вселенной просвещается, и своим государским повелением, як осолнечными лучами, всюду един сияет. Единого слушаем, единого боимся, единому служим все. Един дает и отнимает по данной ему государю свыше благодати. А здесь что ж бан, то пан. Не бояться и самого создателя, не только избранного государя своего. Никак не узнаешь, где, у кого добиться решения дела. Все господа польские на лакомствах души свои зависели.